В общем, вот наши предки сидят вокруг костра, и это и есть первая сила и самая сильная сила, которая объединила вокруг себя сообщество людей. Но если мы посмотрим внимательно даже вот на эту фотографию, и так посчитаем по головам здесь людей, то мы насчитаем здесь интересно, что на фотографии на данном у нас 13 человек, но 13-й вот он так сидит справа сверху в углу, не помещается. И выглядит это как совпадение, но на самом деле это не совпадение, а вполне себе закономерность, потому что если мы разводим с вами костер, вот просто давайте разведем костер, то этот костер у нас получается какого-то стандартного размера. Ну, более того, плюс-минус, даже известно какого размера, там вот чуть меньше метра, чуть меньше метра в диаметре, такой вот костер, как говорили наши предки, 3 фута, 3 футовый костер, 3 фута, 90 сантиметров, какой-то вот такой вот, мы так сложим костерок. Почему это самый естественный костер? Потому что самый удобный. Если мы сделаем меньше, от него будет маловато тепла, уже придется как-то жаться к нему. Если мы сделаем больше, он будет обжигать. А нам что важно? Нам важно получить такой костер, который будет согревать всего человека, сидящего возле него. Обратите внимание, что мы сидим ногами и руками к огню, а спина-то у нас там сзади, как тело у нас дальше находится. И вот нам нужен такой костер, который будет достаточно жарким, чтобы согревать и тело, которое находится поддаль от него, но не настолько жаркий, чтобы обжигать руки и ноги, которые ближе. И вот если мы экспериментально будем составлять вот такой костер, то есть комфортный костер для того, чтобы сидеть возле него, для того, чтобы жарить там какую-то еду, там палочкой этот огонь двигать, то он получится вот какого-то такого размера, чуть меньше метра. Самый удобный костер. И если мы сделали такой костер, и мы попробуем уместить возле этого костра максимальное количество людей, так плечом к плечу по кругу костра, то вокруг него поместится ну как-то вот плюс-минус 12 человек. Конечно, это могут быть более крупные, более мелкие, это прямо не железное правило, но 12 человек. Наверное, сразу вспоминается образ 12 месяцев, которые сидели вокруг костра. К слову, не просто так. А вот 12 человек. А 13-й уже не помещается, ему уже тесно возле этого костра. Но, однако же, этот 13-й, он тоже греется. Он так немножко поддали, ему, конечно, там похолоднее, и спина уже будет подмерзать, но все-таки он тоже возле костра находится. И если мы таким образом разместим еще один круг людей вокруг, то есть вот у нас 12 человек сидят так близко возле костра, а мы можем еще поставить круг людей за их спинами, которые так сверху могут нависнуть, и тоже греться в этого огня, то у нас за спинами поместится ну еще плюс-минус 20 человек. По большему кругу вокруг. Соответственно, один костер может обогреть вполне определенное количество людей. И это определенное количество составляет плюс-минус 30-36 человек. 12 в ближнем кругу и еще плюс-минус 20 в кругу внешнем. Вот 30-36 человек – это то количество, которое просто больше не поместится. Для того, чтобы больше, нам нужен больший огонь, а это уже начинает быть неудобным для человека. Вот давайте просто это иметь в виду. Один костер – 30-36 человек. Какое-то такое количество. Дальше, дальше. Но человеческое сообщество, человеческая стая не обязана иметь один-единственный костер. И на самом деле, как правило, этих костров было несколько. Забегая чуть вперед, скажу, что вообще такая стандартная система – это 4 костра. 4 костра дают 100-150 человек, что и называется человеческой стаей. 100-150 человек. Ну, число и число. Кто-то может спросить, собственно, с чего вы взяли 100-150 человек. Почему именно так? А дело в том, что тут уже нам на помощь приходит современная наука и современные ученые. А именно, число, ставшее нарицательным – это число Донбара. Ну, Робин Донбар, профессор Оксфорда, который уже с современными методами, исследуя мозг, вывел это число. Опять же, доказал современными методами то, что было давным-давно известно нашим предкам. И мы сейчас тоже с вами это увидим. Вот это число – 150, число Донбара. Ну, число Донбара относится не только к человеку, оно может относиться к разным видам живых существ. Собственно, число Донбара показывает нам максимальное количество особей в стае. И вот для человека это 120-150, плюс-минус. Ну, для приматов там может быть несколько десятков. У шимпанзе что-то около 40, например. То есть у человека в три раза больше стаи, чем у шимпанзе. Ну, собственно, как пришли к этим числам, вот заметили закономерность определенную, что чем животное более умное, тем большее количество стаи. Что значит это число функционально? Это значит, что это то количество людей в данном случае, если мы говорим про людей, возвращаясь к этому, про каждого из которых мы точно знаем, кто он и как к кому относится. То есть вот 100-150 человек, давайте возьмем усреднен 120-130. То есть 130 человек, я могу помнить, кто кому из всей этой группы, как относится. Вот этот с этим знаком, с этим не знаком. Вот с этими он знаком, а с этими он не знаком. Вот этому он брат, этому он сват, этому он денег должен, с этим он в конфликте. Когда это проявляется во всей красе, когда мы устраиваем какие-то такие большие празднества, ну, скажем, свадьба. И вот мы приглашаем на свадьбу эти самые 100-150 человек и так вот, и расставляем схему рассадки. Так вот этих вот вместе можно посадить, они друг друга знают. Этих вместе ни в коем случае не садить, они в конфликте. Этих можно посадить, они не знакомы, но у них общие интересы, они могут найти общий язык. Вот чем мы занимаемся. Ну и для нас это настолько естественно, что мы даже не задумываемся о том, насколько вообще-то это сложная задача. И если попробовать вот эту всю систему заложить в компьютер, это колоссальный объем вычислений. Вы представляете себе количество комбинаций, если мы возьмем 150 человек в отношении друг к другу. Огромное количество вариантов, которые наш мозг просчитывает автоматически. Почему? Потому что, ну и тоже, если уходить еще в устройство мозга, и тоже современная наука это показывает инструментально, что львиная доля нашего мозга, вот этого нашего неокортекса, такого очень умного, особенно что касается наших лобных долей мозга, отвечающих за абстрактное мышление, предназначена именно для просчитывания вот всех этих моделей взаимоотношений. Ну что опять же косвенно, но подтверждает нашу гипотезу о том, что главным приоритетом для человека является приоритет стаи и членство в этой стае. Ну и объясняет тот образ жизни, который мы ведем по сей день, большую часть жизни проводя где? В социальных сетях, да, в социальные сети. Зачем нам нужны эти социальные сети? Да потому что стаи нет. А наш мозг, так как настроен на то, чтобы быть частью стаи, не может быть без нее. Ему очень тревожно. Это очень страшное состояние, потому что если я вне стаи, то я наверняка погибаю. Это главный приоритет. И мы сами того не понимая, постоянно занимаемся тем, что ищем эту стаю. И если не находим ее в физическом мире, начинаем ее искать в мире виртуальном. И вот у нас какие-то виртуальные друзья, какие-то подписчики. Мы отслеживаем жизнь каких-то людей. Причем эти люди могут вообще быть с другой части планеты. То есть, так казалось бы, зачем мне отслеживать личную жизнь какого-нибудь голливудского актера или там певца, режиссера? Зачем мне это? Какое-то имеет отношение ко мне. Формально никакого. А реально мой мозг, так как он сидит там в темной черепной коробке, и он не понимает вообще, этот человек, он реальный или виртуальный, он считает этого человека. Ну, раз я эмоционально, да, тоже вспоминаю то, о чем мы с вами говорили, о том, что главным критериям, ну, даже не главным, единственным, по сути, критерием приоритетности для нашего мозга являются эмоции. И в связи с чем возникают эмоции, значит, то считается важно. И если там подросток не испытывает никаких эмоций в связи со своими родителями, но испытывает эмоции в связи с какими-то блогерами в интернете, то значит, именно блогеры и являются членами его стаи. А родители нет. А родители вообще чужаками могут быть. Ну, другое дело, что подросток, он в этом часто ошибается, и подростковый период для того, в общем-то, и создан, чтобы в этом конфликте понять, как это все работает, ну, и иногда действительно вырваться и с родительской стаи, и создать свою собственную, или вступить в новую стаю, ну, или принять осознанное решение остаться в стае родительской, что тоже вполне может быть. Вот эта борьба происходит. Вот, но стоит ли тогда удивляться, что там мы, родители, не можем повлиять на воспитание этих самых наших, вроде бы, собственных детей. Вот ты должен понимать, что мы твои родители. Головой-то он может понимать. Но если эмоции не связаны, если для них родители, ни тепло, ни холодно, для этого подростка родителей, то ничего и не будет. Они не входят во внутреннюю стаю человека. Ну, и что тут говорить о подростках? Для подростков это хотя бы более или менее естественный процесс, но, к сожалению, ничуть не лучше ситуация сейчас у подавляющего большинства людей взрослых. И через это, говоря о социальных отношениях, нам становится понятно такое явление, как уровень субъективного переживания счастья. Наверное, слышали, такие проводятся опросы, исследования, которые показывают парадоксальные, на первый взгляд, результаты. Что чем цивилизованнее, в кавычках, государство, чем выше, выше, ну, такой, как будто бы фактический, номинальный образ жизни, то есть люди больше зарабатывают, как бы в большем комфорте живут, тем ниже почему-то субъективный уровень переживаемого счастья. И напротив, чем более, как бы в кавычках, первобытные дикие условия у людей, тем как-то счастливее они себя ощущают. Как так? А вот очень просто. Потому что, находясь в этих, как бы диких, первобытных условиях, люди, тем ни менее, являются частью стаи. У них есть эта стая, и их мозг, спокойно, и их мозг награждает их гормонами, в том числе удовольствия. А мы все время как будто блуждаем по темному лесу. И не важно, что я блуждаю по темному лесу там в алмазных доспехах из последней модели айфона. Это не решает проблему. Это не решает проблему отсутствия стаи. И, конечно, мозг подкрепляет, указывает нам на эту проблему изрядным уровнем тревоги. Показывает, что вот приоритет. Твой приоритет не в том, чтобы там что-то... Ну и через это в общем-то и многие мотивации. Мы про страхи с вами говорили чуть выше, что вот мы там зарабатываем деньги не ради денег, а для того, чтобы... Потому что есть какой-то такой стереотип, что вот у меня будет много денег и будет много друзей. А на поверку оказывается, что все ровно наоборот. Этих друзей становится все меньше и меньше и становится все тревожнее и тревожнее и все безрадостнее и безрадостнее. Потому что нам нужна стая. Нравится нам, повторюсь, это или нет.